Добрый вечер. Наша недельная глава, глава ВАИРА. В ней, естественно, много событий. Начинается 10 казней, 7 из них происходят у нас. Но я хочу заостриться внимательно на очень интересную вещь. А точнее на, скажем так, обвинение, которое бросает Муше Всевышнему в конце главы Шмот и реакцию Всевышнего на это и попробовать понять, что здесь происходит. В конце главы Шмот, то есть мы знаем, что Всевышний отправляет Муше, Муше приходит и в конце концов от всего этого разговора, который был с фараоном, заканчивается тем, что фараон накладывает на народ Израиля еще больше работы и народ приходит в полное страдание, потому что они теперь должны сами собирать весь материал для того, чтобы делать, скажем так, производить из них кирпичи и так далее. И начали очень сильно страдать. И говорит Муше, приходит, скажем так, к Всевышнему с претензиями, говорит, что вот ты, после того, как я пришел, хуже этому народу стало только. И спасти не спасти народство. Вот. И, в принципе, на фоне этого начинается наша глава, когда Всевышний, так скажем так, Всевышний отвечает Муше, причем он говорит такие высокие слова и важные. Кстати, там проявляются пять изречений Геулы и так далее. Наша глава сейчас это. И говорил Бог Маше и сказал ему, я Господь. Я вилялся Яврааму, Ицхаку, Якову, Богом Всемогущим, а именем моим привечно не открывал Союз. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю к Наанейску, землю пребывания, в которой они пребывали. И я услышал также стена народа в Израиле, которую гетяю порабощают, и вспомнил завет мой. Что здесь происходит? Кстати, у этих стихов есть огромная важность. И мудрецы, решуни, мудрецы первых поколений и так далее занимались вопросом трансцендентности Всевышнего, то есть его, потому что он вне мира и управления в этом мире и так далее. Но это не наша тема. Это, конечно, хорошая тема, но это отдельная тема. Мы здесь больше обратим внимание на критику, которую высказывает Всевышний Муше Рабейну. Где эта критика? Вроде бы критику не заметили. Сейчас обращу ваше внимание на эту критику. Что говорит Всевышний Муше? Всевышний сообщает Муше и говорит, что уровень его пророчества, который получил Муше, он выше уровня пророчества, которое получали его праотцы, то есть Абрамы Царь Яков. Я открывается, он говорит, я тебе открылся Господь, то есть Абраму Царь Якову, я, то есть Богом Всемогущим, а именем моим привечно не открывался. У тебя уже уровень выше. И, то есть привечно, что такое привечно, на иврите звучит так, у вешми, и тут уже юткей вавкей, то есть имя Гавая, то есть уже не е, а именно то имя, то есть Ашем. Я и они меня не познали. Что это значит? Раша объясняет, в чем смысл этого имени, то есть, да, Гавая. В чем смысл этого имени, которое он говорил Муше. И говорит, веем эре лав, а не Ашем. То есть сказал ему, я Господь. То есть я верен, то есть, да, то есть я, как бы это называется, на иман имеется в виду, что я, на меня полностью можно положиться, что я заплачу хорошую плату тем, кто идут по моим дорогам, то есть передо мной. То есть те, кто идут, хорошо. То есть я, то есть я, то есть я, то есть известен, то есть то, что я, скажем так, я признан, то есть то, что на иман, как бы, по-русски это слово пытаюсь найти. На иман имеется в виду, что я заплачу, то есть сто процентов заплачу плату, то есть я сделал то, что надо. О чем я отвечу? По идее, по мнению Раши, имя Гашеем, Гавая, то есть да, оно показывает верность Всевышнего своим словам. То есть он точно даст плату праведному. Окей? Таким образом, вопрос, почему Всевышний открывается Мушерабену имени этим именем сейчас? То есть в чем смысл? Есть Медраж, очень известный Медраж, я думаю, что многие его знают, который, в принципе, описывает вот эту вот разницу между праотцами и уровнем праотцов, раскрытием перед праотцами и раскрытием перед Мушерабену. Медраж говорит так. И раскрылся Аврааму, и сказал Всевышний Мушерабену. То есть да, сказал Всевышний Мушерабену. Хавал аль деавин вэлло мишта хим. То есть да, плохо говорит про тех, кто уже ушли, и они не находятся. Много раз я открывался Аврааму, Схаку Якову именем Эль Шадай. То есть да, Эль Шадай. И я им сообщил свое имя Гошем. То есть да, как я сказал тебе. И они никогда, то есть не сомневались в моих проявлениях. То есть так, как я веду этот мир. Я сказал Аврааму, иди, пройдись по всей этой земле вдоль и поперек и так далее. Захотел он похоронить Сару, свою жену, и не нашел, называется, то есть пока не купил за деньги, то есть место. Говорит, вроде, что имеется в виду, я отдал, сказал, что я отдаю Аврааму, то есть эту землю. А он не нашел даже место в этой земле похоронить свою жену, пока я не купил это место. Хотя вроде ему отдал. И он не сомневался в моем управлении этого мира. Я сказал Ицхаку, живи в этой земле, ибо тебе и твоему потомству ее отдал. Захотел попить воды и не нашел. То есть да, не нашел, где попить воды. То есть землю тебе отдал, а попить воды негде. И он спорил с пастухами Грара. То есть был спор между пастухами Грара и пастухами Ицхака. То есть да, имеется в виду, что не давали ему колодицы. Ему пришлось уйти и выкопать себе новый колодец. А это земля, которую отдал тебе. И он не сомневался в моем управлении мира. Я сказал Иакову, это земля, которой ты на ней лежишь. То есть когда Иаков видел видение с лестницей. То есть он сказал, это земля, я тебе отдам, ты на ней лежишь и так далее. Захотел он поставить свой шатер и не нашел, где, пока не купил за деньги. То есть я вроде тебе отдам. Он должен был купить за деньги. И он не сомневался в моих управлении в этом мире. И не спросили они меня, как мое имя. То есть да, как ты спросил. То есть Муша Рабейну в прошлом недельной главе, во время несгораемого куста, задал вопрос. Он задался вопросом, то есть да, как твое имя. Он говорит, они не задевались тем вопросом. Ты в начале своего послания спросил, как меня зовут. А в конце говоришь, с того момента, как я пришел, в форону и так далее, и так далее. То есть в принципе, что здесь происходит? Давайте подведем немножко итог. Всевышний обещает Аврааму землю Израиля. То есть да, по-настоящему. Авраам там пришелец туда-сюда ходит. Более того, что он даже не может похоронить жену, пока он не купит место у местных жителей. Ицхак и Яков тоже много-много обещаний. И давали, в конце концов, они встретились несколько с другой реальностью. И не совсем так, как просто их было. И все равно они остались верны Всевышнему и задавались вопросами, почему. То есть да, они принимали решение Всевышнего так, как оно есть. И они принимали с пониманием, то есть да, все эти проявления, все действия Всевышнего, которые он делал. По сравнению с ними, Моше Рабейну, выступает против Всевышнего. Что Всевышний, мол, не выполняет свое обещание. Как и сказано в конце главы ШМО, то, что мы сказали. Мы родили. То есть вернулся Всевышний и сказал, Моше к Всевышнему, и говорит, почему ты сделал плохо этому народу? То есть принес ему зло. Лама заши Рахтан, зачем ты меня послал? То есть до того момента, когда я пришел к фараону, говорит, о твоем имени. Стало хуже этому народу. А спасти ты не спас свой народ. С одной стороны, это очень странная вещь. То есть странная вещь. То есть он это говорит, потом Всевышний говорит, я Господь. Они, Гошем. То есть да, он и говорит ему его имя. То есть получается, он на него наехал, скажем так, Моше на Всевышнего. Высказал свое претензии. Вроде нагло. И вместо этого в подарок получают более высокий уровень пророчества. Называется имя Всевышнего, которое раскрывается. Имя, то есть Габая, более высокое имя. То есть более раскрывающее, понимающее этот мироздание и так далее. И что происходит? Что типа Всевышний, не переживай, я заплачу, я сделаю то, что надо. На первый взгляд, то есть проблема, то есть да. Он наглеет по знанию Всевышнего. И за это получает еще подарок. Но не все так просто. Если мы обратимся к Рамбану, Раби Мошебен-Нахман, в его комментарии на нашу главу, то он нам издает очень интересную вещь, которая очень хорошо укладывается с текстом и дает нам более понимания. Говорит Рамбан. И этот Медраж, этот Медраж, который мы сейчас упомянули, он очень хорошо сочетается с сказанным в тонах. Ибо было тяжело им в благословной памяти мудреца. Зачем было упомянуто пророчество про отцов, которое было ниже в своем уровне, то есть да, чем Медсадум Мошера Бейну, что им он открывался именем только Кель Шадай, то есть Всевышний в природе. В чем смысл этого было? И надо было сказать, то есть да, lotiscajaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Почему то есть додает ромбаль А почему здесь вот это сравнение Для чего это сказано Поэтому объяснили Что было это Выговором Мушарабыну Всевышний таким образом Делает выговор Мушарабыну Вот твои праотсы То есть даже не поднялись До твоего уровня просто получил больше По твоей просьбе И они Верили в меня То есть их познание Их познание И знание в моих мирах Было ниже твоего Но они не сомневались То есть да И они верили Я сделал с ним союз И так далее И даже услышал голосы плача Народа Израиля И за них причем Потому что они во мне не сомневались А ты Который узнал Мое великое имя Я тебе обещание дал Пишет Рамбан Тебе нужно было Полагаться На милосердие И пообещать Народу Израиля От имени моего Что я сделаю им Чудеса И знамения Говорит И это правильно Пишет Рамбан Ну Рамбан Любит себя по плечу Похлопать Вот Сказать То что я говорю Это правильно Или потом он Приводит какие-то комментарии Говорит А теперь слушай правильно Вот Влюбился Что говорит Рамбан Рамбан Его поведение Хуже Называется Его поведение Не соответствует То есть требования от него Его знания Это выговор Это выговор Претензии То есть Всевышний делает ему выговор Как ты так можешь С одной разговаривать То есть как ты К таким претензиями приходишь Ты же знаешь То есть у тебя правильство выше И в принципе Мы должны Это вопрос Но ведь слова Мушера Бейна Правильные Он делает Правильную претензию Факт Налицо И в принципе Народ Страдает Страдает Теперь еще больше И поэтому По идее Можно Высказать Претензии К Всевышнему Почему Ведь у нас Есть проблема Цадик Верару Правильник ему плохо И это Вопросы Проблема Поднимается На протяжении Всего Танаха Это есть В книге Эрмияу Это есть В Тигелиму Царя Давида Это есть Ухи Скеля И тем более Это книга Йоов Которая там Очень сильно Поднимается Эта тематика И во всех Этих Книгах Идут Претензии Ко Всевышнему И против Всевышнего То есть По поводу Страдания И Тяжести То есть Жизни в этом мире И так далее И так далее Даже Авраам Авину Говорит То есть Претензии Всевышнему Это не совсем Верно Что Авраам Не высказывал Претензии У него были Претензии Всевышнему Какие Мы читаем Это Когда он Говорит Про Потомство То есть Ты мне обещал Одно Но это не Произошло Он говорит В твоем Авраам То есть Да Сказал Авраам То есть Господь Что ты Дашь мне То есть Когда Всевышний Говорит Я дам тебе И я То есть Я То есть Не имею Детей И То есть Человек То есть Дома моего Управлений Дома моего Домесик И лезер То есть Он меня будет То есть Он Будет Моим Наследником И сказал Авраам Внимание Фраза Генли Лона Тата Зера Говорит Мне Ты не дал Потомство Говорит Человек Дома моего Он будет Мне Наследом Говорит Ты мне Не дал Потомство То есть Авраам Идет С претензией Извини Дорогой Ты мне Обещал Что ты Мне Даешь У меня Даже Детей Нет Ты В конце Который Не дал Есть Претензия Кстати Всевышний Отвечает Нормально По идее Посчитай Звезды И так далее Вот Нет Нету Давания По голове А если Мы Откроем Книгу Йов Там Вообще Интересно Всевышний Говорит Это В 42 Главе Книги Йов Он Говорит То есть Он Говорит Тем То есть Друзьям Йова Которые Говорят Там Всякие Вещи Почему То есть То-то И то-то Всевышний Сделал Вы Неправильно Говорите Как Например Мой Раб Йов Йов Прав То есть Его Словах То что Он Говорил Он Прав Да Он Прав А давайте Откроем Почитаем Какими Какие Фразы Йов Говорит По поводу Всевышнего Просто Сейчас Откроем Книгу Йов Я Зачитаю Допустим Откроем 23 главу Слушайте Какие Там Слова Есть Йов Говорит Следующее И отвечал Йов И сказал И ныне Как прежде Горит Жалоб Моих Рука Моя Давит Стенами О Если бы Я мог Найти Достичь И места Пребывания Его И Ложил Я бы Перед Ним Тело Мое И Уликами Наполнил Уста Мои Узнал Бо Я Слова Которые Он Ответит Мне И Понял Бо Что Скажет Мне То есть О чем Говорит Всевышний Я И вот На русском Убили Все слова На иврит Звучит Так В В В В В В В И Призову Его К Суду Всевышнего И мои уста наполнятся претензиями. Улика. То есть у меня есть претензии к нему. Я его на суд вызову Всевышнего за то, что он мне сделал. То есть он это говорит. Еще смотрите дальше. В 27 главе тоже Йов то, что говорит. 27 глава. Йов говорит следующее. Это 6 стих. Что говорит? Йов говорит дальше. Я прав. То, что делает Всевышний неправильно. И он говорит более. Человек, который будет перед Всевышним принимать, присмыкаться, подлизываться к Всевышнему и так далее, он по-настоящему не выражает свои чувства и свои мысли по поводу Всевышнего. Он говорит, я Йов. Я ничего не боюсь. Я говорю, называется в глазах. То, что я думаю. Всевышнего. И я против него говорю, то есть мои обвинения. Я этого не боюсь. И несмотря на все это, то есть Всевышний, то есть его слова говорит. И вы неправильно говорите, как мой раб Йов. То есть Всевышний принимает, что все нормально, его слова, тяжелые слова. Правильно. То есть, да. Таким образом, мы видим, что во всем Танахе Всевышний дает место к претензии по поводу, что праведник ему плохо, то есть страдания и так далее. Более того, он соглашается напрямую. То есть Всевышний говорит про Йова. И таким образом, вопрос становится еще более тяжелым. В чем провинился? Муше. Что не так? И мы попробуем на это ответить. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно, скажем так, сделать разделение на два вида претензий. То есть нам нужно, скажем так, другими словами, нам нужно различить между тяжелых, называется, обращение ко Всевышним, которые исходят из обоюдного доверия между человеком и Богом. Причем, которые есть огромная связь между человеком и Богом, и есть претензии. И между претензиями, которые построены на оторванности и безразличии. Сейчас объясню, о чем мы говорим. Что говорит Муше? Ацель, но ицальта. Спасти ты не спас. Медраж приводит нам спор Танаим, о чем речь? Есть спор между Раби Ишмаэлем и Раби Акипой. Что сказал Муше? Какая претензия прозвучала? Что такое ицаль, но ицальта? То есть спасти не спас. О чем идет речь? Раби Ишмаэль говорит прямым текстом. Ицаль, но ицальта. То есть, да. Ты их не спасешь. То есть, да, ты не спас. Факт. Раби Акива говорит следующее. Я знаю, что ты в будущем. Их спасешь. Не сомневаюсь. Но сейчас. Там фраза звучит так. На данный момент. Какая тебе разница? Тебя совершенно не интересует с теми, кто находится под зданием. В тот момент, когда он сказал. То есть, да, он сказал тебе все равно, что с ними происходит сейчас. Он сказал Богу. В этот момент хотелось мера, то есть, суда уничтожить Моше. Когда увидел Всевышний, называется, что он из-за народа Израиля переживает и говорит, его не тронуло от мира суда. Моше Рабейну. То есть, что? То есть, в принципе, в чем спор? Раби Ишмаэль говорит. Моше Рабейну считает. То есть, решил. Увидев, что перед ним происходит. Всевышний не спасет народ Израиля. Ок. Почему? То есть, видишь, ты зачем меня посылаешь? Ты не собираешься их спасать. То есть, а ты их не спасешь. Раби Акива говорит. Ничего. Нет. Он говорит. Моше Рабейну. Да, знает, что он спасет. Что говорит Моше Рабейну Всевышнему? Тебе наплевать на них. Тебе наплевать на них и на их страданиях. Ведь каждая пирамида в Египте и здания в Египте, в городе Рамсес, которые они строили и так далее, облиты кровью евреев. И тебе все равно. У тебя есть время. Потом. То есть, ты как бы не обращаешь внимания на их дикие страдания. То есть, по мнению Раби Акива, что он говорит, что сказал Моше Рабейну, что Моше Рабейну считает и говорит против Всевышнего, что ему все равно. Он абсолютно равнодушен к страданию народа Израиля. То есть, как бы Всевышний управляет этот мир, находится на огромном расстоянии от мироздания, очень трансцендентно и оторван. И поэтому он полностью закрывает глаза на страдания народа. Он да, ведет его, да, будет делать, но его, то есть, как бы по мелочи не интересует. Если это так, как это говорит Раби Акива, и как мы понимаем Раби Акива, тогда понятно ответ Всевышнего. Тогда понятно, почему Всевышний делает вам выговор? В отличие от его реакции на Авраама и Йова, то есть, да, у них тяжелые претензии, они требуют ответа. Но претензия, что ему все равно, нестерпимо. Это Всевышний не может промолчать. То есть, не дать по голове за это. Мы на связи, ты видишь, что я так делаю, то есть, да, тебе тяжело, так далее. У тебя есть претензии? Легитимно. Сказать, что мне все равно, что я не чувствителен к страданиям, что я оторван от этого мира, то есть, от мира, слишком далеко, я просто веду свои исторические, называется, действия в истории, то есть, и веду процессы, и это все, это я терпеть не могу. За это, то есть, как говорит Медат-1, хотел ему уничтожить, чтобы шарабылиц. Но вот, смотрите, поэтому получил выигрывание. Почему? Есть одна очень важная вещь. Безразличие страшнее любого спора и ругания. Кстати, то, что происходит вообще глобально, вообще без человеческих отношений, лучше человек будет тебя ругать, чем он будет тебе безразличен. Безразличие – это презрение полное, то есть, полнатурно относится. То есть, связи уже нет. Это, кстати, то есть, в отношении даже между детьми и родителями. Лучше, то есть, конечно, лучше всего, чтобы между родителями и детьми шел конструктивный диалог, ну так далее, но лучше, чтобы дети злились на родителей, с ними ругались, или родители с детьми, чем дети перестали вообще обращать внимание на родителей, стали с ним абсолютно холодными и абсолютно безразличными, или наоборот, родители к детьми. Это страшнее всего. Лучше, хорошее ругань и спор, это значит, тебе важно. Это значит, что тебя где-то теркают. Иначе тебя где-то трогают, чем безразличие. Гнев на всевышнего в каком-то смысле за какие-то поведения то-то или другое, всевышнего, которым нам кажется, это религиозное чувство. Это нормальное религиозное чувство, и она легитимная реакция на проблемы, на тяжесть, на страдания. Безразличие – это очень плохо. Окей. В отличие от этого вот заявления про безразличие всевышнего, допустим, у Ирмияу показано, как правильно обращаться к всевышнему, говоря, называется, о проблемах, то есть, что есть проблемы, и так далее, и так далее. И тогда есть о чем говорить праведнике, плохо ему и так далее. Смотрите, что говорит Ирмияу. Сейчас открою книгу Ирмияу. Ирмияу говорит одиннадцатая глава. Смотрите, как правильно говорить. Я вам прочитаю это на иврите, но что очень важно на иврите, я не хочу, то есть это, я не полагаюсь на этих. Садик ата, Гошем, ки ариф элеха, ах мишпатим, а даберутха, прав будешь ты, Господи, если стану я спорить с тобой. Неправильно. Неправильный перевод. Праведник ты, Всевышний, но я буду спорить с тобой. Это дословно. То есть, я буду с тобой ругаться. Ты праведен, Всевышний, но я с тобой буду ругаться. О чем? Однако правосудие буду говорить с тобой. Почему путь нечестиво успешен и все вероумоловные благоденствуют? То есть, что Эрмиягу показывают? Кажется Всевышнего. Значит, у меня есть проблема. Есть праведник, им плохо. Почему? Злодеям хорошо. Он говорит, то есть, да, ты праведен. Я не сомневаюсь ни на секунду, что ты делаешь все правильно и правильно. Но у меня есть вопросы. Почему? У меня есть тяжелые вопросы. Я-то их требую. Мы знаем, то есть, да, он говорит, я знаю, что Всевышний делает с нами справедливость. Он ведет все и делает правильно с точки зрения высшей справедливости. Я не могу постичь его пути, как говорит Ишайяу. То есть, мысли мои не ваши мысли, пути мои не ваши пути. То есть, дорогой человек, ты это понять никогда не сможешь. Я это признаю сто процентов. Но ответь мне на вопрос, почему? Я не могу, мне тяжело, мне больно, я злюсь. Это нормальная реакция. Но я помню в этот же момент, что связь есть и ты ведешь этот мир по справедливости. Почему? Я не понимаю. Но я хочу знать и мне больно. Я кричу. Это как нам покажет Иремияу. Кстати, точно так же реагирует Авраам. Когда Авраам сказал, что вот так и так и так, то есть, что у меня детей нету и так далее, то, что Всевышний отвечает, что говорит Авраам. И поверил Всевышнего и продумал то, что он ведет себя правильно. Я не понимаю, как это. Ты обещаешь, я принимаю твои обещания, то, что сказал и принимаю твое решение. То есть, есть связь. То есть, связь неразрывная и так далее. Мушэ, в отличие от этого, нет. Он задает вопрос вообще о связи между Всевышним и народом Израиля. Не то, что я не понимаю твои движения. То есть, я говорю, а может быть, вообще ты ничего не делаешь? Вообще связи нет. То есть, да, и он кричит Всевышнюю, почему Всевышний настолько равнодушен к народу? как говорится, как сказано в Медаше, маэх патлиха мбеутам ганытуним тахатабинемт. Это есть, да? То есть, как называется, в чем интерес, он называется тем, кто нахуй лежат под зданием. И этим он согрешил перед Всевышним. И поэтому Всевышний высказывает свою критику по отношению к нему. Окей. Давайте посмотрим. Что подвело Муше к такому вот критику? То есть, что повлияло, чтобы он так говорил? Снова мы вернемся к Рамбану на нашу недельную главу. Рамбан говорит так. То есть, по ему мнению, Муше считал, что Всевышний скажет ему, что не услышит тебя, фараон, выйти тебя по твоему приказу. Ведь Всевышний предупредил Муше Раббана. Что фараон ему не послушает. И Муше Раббану да, знал, то есть, он не послушает, но и не примет ни знак, ни знамения, ну вот эти со змеей, с крокодилом, пока Всевышний не сделает большие чудеса. Но думал, что он приведет их одну за другим в короткие дни. То есть, да, то есть, что Муше Раббану с другими словами? Муше Раббану знал, ему было сказано, что фараон не прореагирует, он не примет. И он знал, что он спустит народ только после великих знамений и так далее, чудеса. Но что Муше Раббану думал, что эти чудеса придут сразу же. И, в принципе, за несколько дней все это дело закончится. И говорит дальше Муше Раббану киванши газар кеналах но ничего не произошло. Фараон наложил тяжесть. Чудес никаких не происходит. И Муше Раббану что делает? Возвращается в Медьян и находится там шесть месяцев. Кстати, по поводу того, почему он пришел с Цепорой, а потом вдруг Цепора исчезает. И только появляется снова по голове Итро, возвращается из Медьяна. Он вернулся в Медьян. Когда он увидел, что ничего не получилось, он получился в Медьян. Есть те, которые говорят, что вот эти слова, когда Всевышнему раскрывается, когда он ему говорит, а народ ему не спас, это в Медьяне он ему говорит. А Всевышний говорит, так, я вот сделаю то-то, то-то, иди скажи им. То есть, Рамбан объясняет нам, что все должно было по-другому. Должно было быть, то есть, как Муше Раббену представляют, отказывают, пошли дальше, и так далее. А ничего не происходит. Муше Раббену даже возвращается в Медьян. Шесть месяцев в Медьяне. Полгода. И дело в том, что тут есть некоторое отличие между праотцами и Муше Раббену. Праотцы могли принять на себя. Праотцы видели свое страдание и принимали страдания, которые они испытывают, то есть, да, от Всевышнего. Муше Раббену видит страдания не свое. Он видит страдания народа. И ему очень тяжело Муше Раббену быть праведником, который будет принимать, то есть, быть праведником за счет других. То есть, я принимаю, называется, твой суд, то, что мы будем терпеть и это, но я же не страдаю. Это они страдают. То есть, я буду таким праведником, то есть, принимая твое решение за счет кого? За счет них. Тех, которые страдают. И вот это вот отчаяние от этого видения приводит Муше к тому, что он убегает в Миньян на шесть, то есть, на шесть месяцев уходит и приходит, то есть, в принципе, и высказывает всевышний то, что он вам скажет. Почему? Произошел Машбер-Имун. Кризис доверия. Муше Раббену вошел в кризис доверия. Я не готов быть праведником. То есть, ладно я. Они страдают. То есть, произошел кризис доверия, и он между ним и Всевышним. Сломалось что-то. И вот этот вот, то, что называется, Машбер-Имун, то, что называется, вот этот вот кризис доверия, это и есть тот грех. Вместо того, чтобы убегать, уходить в Медьян и говорит всевышний, что всевышний равнодушен, закрывай, его не интересует страдание народа и так далее. Что нужно было делать Муше? Упасть и просить. Он, кстати, это уже будет делать в будущем. Упасть и просить, упасть и умолять за народ. А он уходит и называется все, у нас это называется ты не спасся, я ушел. Он должен быть, должен был молиться, выражая доверие Всевышнего и полагаясь на него, выражая бетахон, уверенность. Кстати, что такое бетахон, что такое уверенность? Есть очень шикарные, важные слова Хазуныша, которые были написаны в Муна и бетахон. Они, скажем так, можно сказать, одни из важнейших вещей, которые были сказаны в 20 веке по поводу понятия бетахон, понятия уверенность. Я вам сейчас зачитаю. Хазуныш говорит так, старая ошибка поселилась в сердцах многих понятий бетахон, то есть уверенность, то есть бетахон то есть уверенность. Шем бетахон, то есть понятие бетахон, то есть уверенность, используется очень часто в устах хасидим, то есть праведных людей, как бы вокруг обязанности верить, что в любом случае, когда человек идет и встречается с будущим, которое не решено, то есть и два пути есть в будущем, то есть идет в будущем и у этого будущего есть два ветки развития. Одна плохая, вторая не обязательно, что будет хорошая. То есть одна хорошая и одна не обязательно, что будет хорошая. И если он сомневается, то есть что будет нехорошо, это хосорбетахон, то есть у него нет уверенности всевышнего. То есть в принципе, о чем он говорит, то есть есть ошибка. Люди думают, как бы, что бетахон, что имеется в виду, что когда у тебя будущее, то есть несет два развития событий, одно, то есть хорошее, одно плохое, то ты как бы веришь то, что все будет хорошо. Это не бетахон, это ошибка. Это неправильно понимать так понятие бетахон, уверенность во Всевышнем. Что имеется в виду? Все то время, пока неизвестно, то есть пророчеством, то есть да, судьба будущего, будущее не решено. То есть то узнает судьбы Всевышнего и его решение, то есть как платить. Что такое бетахон? Бетахон понимать и вера в то, что нету в мире случайности. И все, что происходит под солнцем, это от решения Всевышнего. Это бетахон. И хорошее, и плохое. То есть что говорит Хазуныш? Говорит, что мы должны понимать, что нет уверенности и не будет уверенности, что с человеком будет всегда все только хорошо. И всегда ему будет прекрасно и замечательно. То есть да, то есть то минчиятов иятов. То есть да, верь, что будет хорошо, будет хорошо. Это не Хазуныш. Хазуныш говорит неправильно. Это абсолютно неправильное понимание бетахона уверенности во Всевышнем. Что такое бетахон? Говорит Хазуныш. Нет. Мы, бетахон, это понимание того, что что бы со мной ни произошло, это идет от Всевышнего. Что бы ни приключилось, это от Всевышнего. Неважно называется будет мне хорошо или будет мне плохо в моем субъективном понимании. Потому что он, когда избирает то, что когда он решает, он делает то, что хорошо мне с точки зрения всего мироздания, с точки зрения, что он понимает по-настоящему, что такое хорошо мне. Когда я субъективно вижу, что мне плохо. это одна из вещей, кстати, тут можно добавить к Хазунышу, то, что говорит в трактате Брахот. В Брахоте благословения говорят, что нужно благословлять на плохое так же, как на хорошее, потому что то, что тебе кажется плохое, может оказаться настоящим хорошим. Это, в принципе, та же идея. То есть, что уверенность называется бетахон, что полагается Всевышний, ты понимаешь, что все будет классно, все будет замечательно? Нет, не может быть, даже будет плохо. Но ты понимаешь, что это от Всевышнего, это Всевышним делать, это и есть бетахон. И это то, что должен был Муше понимать. Он должен быть умолять и просить и так далее. Умолять Всевышнего, то есть, да, просить, умолять, полагаясь на то, чтобы Всевышний решил, это правильно, так нужно было сделать, так нужно было идти. Почему? Я не знаю. И это поэтому, если возвращаемся к нам. В конце концов, Всевышний, Муше Рабейну, справляет от греха, то есть, да, Мараше Рабейну продолжает свои действия, и он продолжает быть лидером, заботясь при этом о народе Израиля, полностью окружая их заботу, всеми их проблемами и так далее, причем и в процессе выхода из Египта, и потом в течение всего движения в пустыне. Аж до того, что он говорит Всевышнему, когда Всевышний собирается уничтожать народ, там он уже по-другому поступает. Он говорит, если ты их не простишь, смотри меня из книг, которые ты написал. То есть, он становится, он полностью про не записывается, он теперь уже готов он по-другому уже работает. То есть, и вот это вот, то, что называется, именно вот за этого, вот из-за этого вот его, скажем так, неравнодушности, то есть, наоборот, ему очень важно, ему за народ Израиля, и по отношению Всевышнего к народу Израиля, он удостоился, и до того, что он говорил тяжелые вещи против Всевышнего, и он говорил тебе про тяжелые вещи из-за его переживания за народ. Он удостоился получить 13 мер милосердия. Те 13 мер милосердия, какой код, то есть, да, который обещан про них, что если народ Израиля говорит их, они не возвращаются в пустую, и Всевышний прощает. Вот тебе код, то есть, да, из-за заботы твоей, вот получи их, и народ Израиля будет им этим пользоваться. Это что дает Всевышний. Вот, тоф, если мы подытожим, мы увидели претензии Муше, увидели ответ Всевышнего, увидели, что он на него разозлился. Мы поняли, почему он разозлился, потому что Муше Рабей, ну, пришел с претензией, что Всевышний все равно. Естественно, Всевышнему не все равно, но, и ошибка была в том, что Муше Рабей не понял, что ему нужно было немножко по-другому вести. Не входить в кризис в доверие, а наоборот, полностью доверяя, полагаться на Всевышний, что бы ни было, хорошее, плохое, страдание, то есть все от него, и просить, чтобы изменилось. То, что он, в конце концов, сумел делать, потом, после греха Золотого Тельца и так далее, и из-за его вот это, а все это происходит, почему? Потому что ему не все равно, что происходит с народом. Из-за этого он получил 13 мирового Сергея. То, на этом мы сегодня закончим наш урок. Вот такую вот мы еще жемчужину вытащили отсюда, из нашего, нашей недельной головы. Кто-то у нас слушал записи на этом моменте, выключай записи, все хорошего вам, как всегда, увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok